Продолжение следует... Правовой беспредел выразился в убийстве в январе 1923 года в отделе полиции человека. Причем это не первое за несколько лет убийство там. И никто об этом не говорил ни на прямой линии, ни на заседании общественной палаты, разве что в соцсетях. А в соцсетях у нас много о чем говорят. А некоторые чиновники живут по принципу «пусть говорят». И это возмущает общественников, простых граждан и представителей СПЧ. Дела с правами человека обстоят в Дагестане куда лучше, чем 10 лет назад. Ну хотя бы скажем, что в этом году исполняется 10 лет, как прекратились теракты. А светает туризм. Если заглянуть в новейшую историю Дагестана с сигналами о пропаже людей, сводками по терроризму, взрывам, заказным убийствам, можно сказать, что республика вошла в свою эру благоденствия. Хотя успокаиваться рано, так как планка социальных запросов в качестве жизни все время идет вверх. Если с чем-то мы были согласны лет 10 назад, сейчас это терпеть не будем. Соответственно, сила гражданского глаза возросла, плюс новое информационное общество позволяет быстро сообщать и получать обратную связь от государственных чиновников. Транспарентность улучшилась. Сейчас людей больше беспокоят коммунальные, медицинские, социальные проблемы. Кстати, о медицине. Как докладывают члены совета, региональное здравоохранение оставляет желать много лучшего. Приходят главы, а на местах глухомань и застой годами длится. Качественного обслуживания нет в территориальных поликлиниках и больницах. А потому пенсионерам и другим категориям сельских жителей приходится обращаться в платные частные клиники. Непорядок. Правозащитники говорят о обеспеченности, безалаберности и безразличии чиновникам на муниципальном уровне. Там все плохо. Не только о здравоохранении. Правосоюзы и вопросы трудоустройства. И обратная связь с обществом. Отмечали как позитивный пример главу Акушинского района, который создал принципиально новый образ муниципального руководителя. Но таких единиц, как говорится, по пальцам одной руки можно сосчитать. Общественники отмечали такую особенность политической культуры дагестанцев. Вместо того, чтобы подавать суд, они начинают обращаться к вышестоящим чиновникам. Там отписки или извинения. Иногда бывает и наоборот. Это рождает так называемое социальное иждивенчество. За отчетный период Совет разработал предложение для поддержки семей участников СВО. Главой они были приняты. Прошедший год, как указано в отчете, дал толчок к развитию гражданской активности. Особый резонанс вызвали поправки в Конституцию Дагестана и частичная мобилизация. В первом случае тема была разъяснена представителями Народного собрания общественникам и в СМИ. Во втором случае также была проведена определенная информационная работа. Однако без перегибов не обошлось, когда в Дербенте и других регионах республики военкоматы неправильно поставили работу, сделав ставку на силовой метод. Тема поправок в республиканскую конституцию имела продолжение после того, как до общественников недавно дошла информация о том, что не во всех регионах убрали конституционную норму об ответственности губернаторов, руководителей региона относительно территориальной целостности. Отмечалось и то, что народные избранники плохо идут на контакт с представителями СПЧ при главе республики. Проекты документов части развития гражданского общества и прав человека должны проходить через экспертную оценку членам Совета. Однако за отчетный период поступил только один законопроект. И, конечно, среди проблем дагестанцев выделяются жилищные проблемы. Квартирный вопрос портит скорее не их, но как лакмусовая бумажка проявляет эффективность и чуткость власти. В этот раз сюжеты республиканских телеканалов из Каспийска получили продолжение и резонанс. К митингующим жителям семейных общежитий и живущих, мягко говоря, в ветхих жилищах, приехал премьер-министр Абдул Муслимов. Хорошо, значит гражданское общество растет, живет и готово активно отстаивать свои права. В принципе, дагестанское общество, гражданское общество подает цивилизованные признаки жизни. Журналист рассказал, власть услышала, обратила внимание, решила. По этой цепочке должно развиваться государство и общество. А привыкли как за три десятка лет? К следующей формуле. Журналист бьет на бат, власть продолжает дремать или отмахиваться, как от назойливой мухи. И, как всегда, проблемной точкой остается уровень жизни. В Дагестане он по-прежнему низок. По России мы на последних строчках. Хотя несколько миллиардов рублей, прибывших по разным оценкам в Дагестан, спасибо туризму, сделали свое доброе дело. И инвестор к нам идет неохотно. Почему? Вроде журналисты показывают и рассказывают. А что потом, история обычно умалчивает. На очередном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе республики выступил глава профсоюзов Абдулла Магомедов. Который отметил, что самое главное право это право работающего человека. И здесь не все ладно. Скажем, что Дагестан рекордсмен в России по задолженности по зарплате. А бюджета обеспеченность здесь самая низкая. Экономика по-прежнему в тени и никто ее оттуда вытащить не может. А между тем у нас при правительстве чуть ли не каждую неделю заседает Оперштаб по устойчивому развитию экономики. Какое здесь устойчивое? Миграция низкий уровень жизни. Качество жизни на низких ступенях. Ох, нелегкая это работа из болота тащить бегемота. Меж тем теневая экономика сулит лишь временные блага. И то ограниченному кругу людей. К примеру, Цумадинский рынок в столице республики отметил глава профсоюзов. Так вообще не на балансе города. Да его просто не существует. Десятки людей работают, неспособные при необходимости защитить свои трудовые права. Советы при министерствах часто формализованы. Профсоюзы на местах также слабы. Все это замедляет реформу и в целом развитие. Но мы молчать не будем. Молчать не будем! Молчать не будем! Товарищ рассказывал, как дагестанцы турецкого происхождения, приехавшего с инвест-предложениями, встречали тут при одном главе республики. Инвестора по очереди выслушали ответственные чиновники-министры. А потом хотели его обокрасть. Он улетел, но не обещал вернуться. И таких историй немало. Пора отойти от рабского мышления, говорят общественники. Пора отойти от мещанства, клептомании этого навязчивого желания ущипнуть от бюджета и инвестиций. К сожалению, часть дагестанцев любит крайности. Здесь и министры, и простой общественник практически равны. Нам бы пора найти золотую середину во всем. В работе, в бизнесе. И не путать. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. Находить золотую середину в отношениях, в обращениях, в обращениях к обращениям. Власть, когда не слышит, можно и отругать, конечно, но это контрпродуктивно. А беспредел от этого не прекратится. И власть пока не готова выслушивать вот такую критику. Но говорить и указывать надо на то и гражданского общества. Расул Гамзатов говорил, что горцы дерутся только из-за женщины и из-за межи. Тема границы земли для горцев в истории была болезненная. Спустить ее на тормозах не получится. Нужно власти держать ответ. Если у соседей по Северному Кавказу и в других регионах в основном законе нет такой нормы ответственности за целостность и неприкосновенность границ. Это одно. А если есть? Здесь надо объяснять, почему у нас ее убрали. И делать это без поиска врагов народа, провокаторов и какой-то конспирологии. И без извинений. Совет будет продолжать указывать на болевые точки дагестанского общества. Тут без понимания со стороны и общества, и власти не обойтись. Все ветви власти должны работать сообща и скоординированно, слушать и слышать друг друга во имя дагестанского народа. Если мы хотим, конечно, результата действенного и максимально быстрого, а так в ступе толочь воду можно бесконечно. Нам бы выработать критическое мышление, об этом говорили общественники, и начать менять и меняться. Оставайтесь людьми.